Популяционные исследования показали, что несоблюдение рекомендованного суточного потребления белка коррелирует с более низкой сухой массой тела, а у тех, кто превышает RDA, масса тела значительно больше по сравнению с теми, кто не соблюдает рекомендованное потребление. Большее потребление белка также было связано с увеличением силы хвата с течением времени, хотя и не считается достаточным для клинической значимости. Однако вы не знаете, являются ли эти корреляции причинно-следственными, пока не проверите их на практике. Чтобы выяснить, поможет ли пожилым людям увеличение потребления белка, гарвардские исследователи распределили пожилых мужчин с умеренно ослабленной функцией на контролируемые диеты, средства, предлагающие рекомендуемые 0,8 на килограмм в день или повышающие их до 1,3 грамма в день с помощью порошка сывороточного и казеинового белка с добавлением или без добавления тестостерона. Спустя 6 месяцев не было обнаружено никакой разницы в сухой массе тела, мышечной силе, утомляемости, скорости ходьбы, силе подъема по лестнице и других показателях работоспособности, функционирования или самочувствия при добавлении протеина, независимо от того, сочетался он с тестостероном или нет. Это говорит о том, что рекомендуемая диетическая норма в 0,8 грамма белка на килограмм веса тела или около 5-10 грамм в день является достаточной для поддержания сухой массы тела даже в пожилом возрасте и не поддерживает мысль о том, что добавление дополнительного белка может способствовать наращиванию дополнительной сухой массы тела. Даже те исследования, которые показывают увеличение сухой массы тела при приеме протеиновых добавок, не обязательно означают увеличение мышечной массы. В этой области, как говорят исследователи, нередки случаи, когда сухая масса является показателем мышечной массы, но само по себе высокое потребление белка может вызвать значительный отек печени и почек. Поэтому увеличение общей сухой массы тела может быть просто отражением увеличения размера висцеральных органов или задержки воды, которая также отображается в виде сухой массы. Например, в ходе 10-недельного рандомизированного контролируемого исследования выяснилось, что пожилые мужчины, получавшие в два раза больше белка, чем те, кто просто получал норму, прибавили 1 кг 350 г сухой массы, но почти вся эта масса находилась в туловище. При анализе поперечных срезов мышц бедра с помощью компьютерной томографии не было обнаружено существенной разницы между двумя уровнями белка. Аналогичным образом изменение площади мышц измеренные с помощью компьютерной томографии оказались не связаны с потреблением белка в проспективном исследовании, в то в течение пяти лет наблюдалось более тысячи пожилых людей. Он не повлиял ни на размер мышц, ни на силу, ни на производительность. Даже сывороточный протеин, поднявший их уровень белка со среднего до 1,5 г на килограмм, помог не лучше, чем кормление их эквивалентом сахарных таблеток. А ведь исследование было разработано и оплачено компанией, производящей сыворотку. Двухлетняя интервенция сыворотки, одно из самых крупных и продолжительных исследований, также не показала никаких преимуществ перед плацебо. Если собрать все эти исследования, по использованию протеиновых или аминокислотных добавок для сохранения мышечной массы и силы у пожилых мужчин и женщин, то в целом не было отмечено значительного улучшения сухой массы тела, силы мышц, верхней или нижней части тела. Однако это было без одновременных физических упражнений. Может быть дополнительный протеин работает в сочетании с силовыми тренировками. Очень немногие исследования показали пользу от добавления протеина или аминокислотных добавок во время силовых тренировок, но достаточно тех, которые были направлены в нужную сторону. И если собрать их все вместе, то протеиновые добавки в сочетании с силовыми тренировками имеют небольшое преимущество перед одними только силовыми тренировками среди пожилых людей. В среднем после 18 недель тренировок обезжиренная масса, сила хвата руками, разгибания колена и жима ногами увеличились на 230 грамм после приема протеина, хотя это не привело к значительному улучшению мышечных функций, например, подъема со стула, спуска по лестнице или скорости ходьбы. В данном случае под пожилыми понимались люди старше 5-10 лет. Если ограничиться исследованиями, в которых принимали участие реальные пожилые люди, средний возраст 70 лет и старше, то тренировки с силовыми упражнениями были эффективными, однако они не выявили значительного дополнительного эффекта от приема протеиновых добавок ни на один результат – мышечную массу, силу мышц или функциональные способности. У немощных пожилых людей дополнительный протеин практически не влияет на мышечную массу, силу и работоспособность, если принимать его отдельно или добавлять к режиму тренировок. Хорошо, но как быть с теми, кто действительно в нем нуждается, с хрупкими людьми. Одна из первых вещей, которую дают врачи – это питательный коктейль, например, Эншур, который обычно представляет собой сверхпереработную сахарную кашу из кукурузного сиропа, масла и белковых концентратов, часто с добавлением искусственных красителей, ароматизаторов и подсластителей. Хотя гиганты большой фармы, такие как Abbott Laboratories, производители Эншур, тратят миллионы долларов в год на лоббирование и взносы в избирательные компании, чтобы помочь сделать эти продукты выбором медицины, если вы посмотрите на доказательства, систематический обзор и мета-анализ рандомизированных контролируемых исследований, таких напитков для лечения хрупкости не выявил никакой заметной пользы для любых измеряемых результатов – мышечной массы, мышечной силы, мышечной функции, состояния хрупкости, когнитивной функции или смертности. А как насчет тех, кто страдает от саркопении, ускоренной возрастной потери мышечной массы? Систематический обзор и мета-анализ пришли к выводу, что протеин не способствует улучшению мышечной массы, силы и работоспособности у пожилых людей с саркопенией. Лучшие исследования протеиновых или аминокислотных добавок для нездоровых пожилых людей с острыми или хроническими заболеваниями также не выявили значительного эффекта. Исследователи уже несколько десятилетий пытаются найти эффективные способы увеличения мышечной массы у пожилых людей, и до сих пор только упражнения на сопротивление неизменно приносили пользу. В 2021 году было опубликовано одно из крупнейших и наиболее тщательных исследований, посвященных лечению престарелых и немощных взрослых. В нем приняли участие сотни человек, чтобы проверить действия лейцина, сывороточного протеина, соевого протеина, креатина и комбинации креатина и сыворотки в сравнении с плацебо-кукурузным крахмалом в контексте 16-недельной программы силовых тренировок. Сами силовые тренировки дали результат, увеличив мышечную массу и функциональность, но все остальное не помогло. Хрупкие или предхрупкие люди, принимающие какие-либо из этих добавок, не получили никакой дополнительной пользы по сравнению с плацебо из кукурузного крахмала. Аналогичное исследование, в котором приняли участие сотни мужчин и женщин с саркопенией 75 лет и старше, получавших 40 граммов обогащенного сывороткой белка в день в сочетании с физическими упражнениями в течение целого года с последующим 43-месячным наблюдением, показало, что дополнительный белок не замедлил ухудшение мышечной массы и физических показателей значительно лучше, чем плацебо. Тем более важно, что это одно из крупнейших и самых продолжительных рандомизированных контролируемых исследований, когда-либо опубликованных по данной теме. Consumer Reports отметил, что исследование 134 самых продаваемых протеиновых порошков показало, что практически все они имеют положительный результат, по крайней мере на один вредный для нашего организма тяжелый металл, основываясь на собственном исследовании, в котором был сделан вывод, вам не нужен дополнительный протеин или тяжелые металлы, которые были обнаружены в наших тестах.